И мы с вами находимся на пятой и при этом заключительной мишне седьмой главы трактата «Броход». Сегодня мы закончим седьмую главу и начнем восьмую. Восьмая – это предпоследняя глава всего трактата «Броход». И у нас речь шла про Зимун, а именно, когда ты не можешь выйти, то есть разделить Зимун. Мы говорили, что если это три человека, ты не можешь, четыре человека, ты не можешь, пять человек, ты не можешь. Но если шесть человек, то они могут, в принципе, разделиться на две тройки, потому что это без ущерба Зимуну. Десять человек не можешь, одиннадцать не можешь, двенадцать не можешь. Двадцать человек можешь на две по десять. Так наша мишна будет на обратное разбирать, а когда можно соединиться в Зимун? То есть люди пришли, они, да, вот, не знаю, сият три столика, и вроде бы все как бы, ну, за разными столиками. Могут ли они соединиться вместе, чтобы сказать Зимун, например, с именем Всевышнего? Так говорит мишна, это очень актуальная вещь. Там мы каждый день, кто завтракает в Ешиве, там, или ходит в кошельные рестораны, это же надо понимать. То есть можно ли сказать, ой, извините, друзья, вы вот рядом сидите, давайте вместе сделаем Зимун, или нет? Так говорит мишна. Если две группы людей ели под одной крышей, то есть в одном доме. Но каждый ел за своим столиком, то есть как бы люди за своими столиками, тут два человека, тут три человека, тут пять человек. Но в одном доме, если часть от этих видит часть от этих, то есть даже если наши два стола из разных комнат торчат, но часть людей на нашем столике видит часть людей вашего столика, мы можем соединиться вместе в Зимун один и сделать один общий Зимун. Но если одни, никто не видит друг друга, то есть, да, может быть, в одном доме, но какая-то ширма или другая комната не видят друг друга. Тогда каждый должен делать свой отдельный Зимун, и один к другому не присоединяется. Поэтому если в одной комнате сидят три человека за столиком, а в другой двадцать человек, то этим придется сделать обычный маленький Зимун, а те сделают Зимун с именем Всевышнего. Но тут, то есть, все зависит от того, видишь ты, если ты под одной крышей, видите ли вы друг друга или нет. Если видите, столики объединяются, если нет, то нет. Дополнительный закон, сообщает Мишна. Не говорят благословения на вино, до того, пока не разбавят вино водой. Очень интересно, да? В наше время, наоборот, испустили севарский-эпонским очень аккуратно, да, вообще не разбавлять вино водой, потому что там, да, сейчас мы поймем почему, потому что в наше время вино, это вино с большой-большой натяжкой, то есть немножко воды, и оно там уже вообще непонятно, вино это или что это. Но в те времена, то есть времена, про которые говорит Мишна, вина были просто настолько мощные и настолько хорошие, что наоборот, обратной был крайность. Без того, чтобы смешать их с водой, это вино просто невозможно было пить. Оно было, да, оно было какой-то, да, невероятной крепости. Так, написано здесь, что до того, как ты не подмешаешь в воду немножко вино, ты даже браху не можешь о него сказать. Кто догадается, почему? Потому что их вина были очень крепкими. Диврей Раби Лезер, так считал Раби Лезер. Мы с вами учили, что благословение мы говорим на что-то, что доставляет это браху-то наенин, удовольствие, да? А помните, мы говорили, да, благословение на масло оливковое, а как его можно пить? Какие-то вещи их просто, ну их так не попьешь, они не доставляют ни то, что никакого удовольствия, их невозможно вообще в рот взять. А если это так, то и браху сказать нельзя. Так Раби Лезер говорит, что настолько, что если ты вино того времени не разбавишь водой, это бензин, это настолько крепкий напиток, что его пить очень тяжело. И поэтому... Всем привет! Дим, такая вот интересная лоха, мы учим про вина того времени. Если в наше время... Вина, вина. А, вино, вино. Да, что вино в наше время с водой не разбавляют по причине того, что оно может перестать быть вином, очень слабое. А в то время, наоборот, если ты не разбавишь вино с водой, его невозможно было пить. До такой степени, что Раби Лезер говорит, на него даже браху нельзя говорить, пока не разбавишь его водой. Это просто, да, это такая жидкая, она обжигает. Рюмку выпил, и все, короче. Неделю тебя никто найти не может. Агефин. Элэц, алих, лаварэ, халав, бурэ, приаэц. Говорит Раби Лезер, что на такое вино нужно говорить, бурэ, приаэц. То есть оно, как будто ты виноград жуешь. То есть оно такое крепкое, что оно еще как бы, да, оно бурэ, приаэц. Киаля навим. Как виноградный лист. Как будто ты виноградные листья жуешь. А мудрецы говорят, мэ варэхи. Не, мудрецы говорят, не. Браху надо говорить, бурэ, приаэфин. Сотворивший плод виноградной лозы. Даже если это вино не разбавлено водой. А однако, согласно мудрецы с Раби Лезером, касательно бокала берката Мазона. Что нельзя говорить благословение на такой бокал, пока не добавят туда воды, чтобы это была митцва, как положено. То есть, мина муфхар. Идеальное исполнение заповеди. Конечно, можно говорить браку бурэ, приаэфин. Но, конечно, если беркат Амазон, если вино, ты хочешь удовольствия, разбавь водой. Потому что заповедь, мина муфхар, что в идеальном виде, когда ты все-таки можешь пить, и тебе это доставляет какое-то удовольствие. Это не спирт, не абсент пьешь, а это более-менее можно пить. Итак, друзья, Мазалтов, мы закончили с вами седьмую главу, которая занималась исключительно зимуном, соединением, рассоединением людей после беркат Амазона. Наша же глава, восьмая глава, будет говорить про очень интересные различия школы Шамая и школы Илеля касательно трапезы. Так вот, Мишна Тейну, да, наша Мишна будет заниматься благословением Кидуш. Мы все знаем, что есть Кидуш в Шаббат, есть Кидуш в Йом Тов. Так сам Кидуш, если вы обратили внимание вечером, состоит из двух благословений. Одно благословение на вино, а второе благословение на день, что называется Кдуша Таём. Если это Шаббат, то это Мекадаши Шаббат, если это Йом Тов, это Мекадаши Стрельве Азманим. И первая браха, первая браха – это на вино. Так на самом деле, какая из этих двух благословений первая, а какая вторая – это предмет большого спора между Бейт Шамаем и Бейт Йелелем. То есть, окей, хорошо, надо сказать Кидуш. Кидуш, мудрецы постановили, говорить на вино. Теперь вино требует благословения Буре Приагофен. Но сам Кидуш – это другое, это текст целый. Там заходит, написано в Торе, помни день субботний, так нужно писать Йома Шиши, кто говорит, и надо перечислять разные вещи, Мекадаши Шаббат. Так какое из этих благословений говорится в начале, а какое в конце? И ну, говорим, что Бейт Шамаем и Бейт Йелелем. Вот они предметы дебата Школы Шамая и Школы Йелеля в отношении трапезы. Бейт Шамай говорит, всегда сначала благословляй на день, а только потом благословляй на вино. Так говорит Бейт Шамай. И Талмуд объясняет и приводит две причины для такой логики Бейт Шамая. Шегайом горем леян шеяво, потому что вдумайся сам, что первично, а что вторично. День является причиной, а вино является следствием. То есть что имеется в виду? Почему ты берешь бокал вина вообще в субботу? Потому что шаббат, правильно? Ты в четверг этого не делаешь, ты в среду этого не делаешь. Почему вообще есть кедуш? Потому что есть шаббат. То есть день субботы первичен, он является причиной того, что ты делаешь гефен. Поэтому сначала говорит благословение на день, потом уже говорит благословение на вино. То же самое касается иомтова. И более того, шег душа таем митхиналев нэшим и кадышим. Еще говорит Бейт Шамай. День начинается раньше, чем ты делаешь, кедуш. Поэтому следуй временному порядку. Что сначала наступил, шаббат или кедуш? Ты сначала принимаешь на себя шаббат, на ходу ди, все дела, а потом ты делаешь кедуш. Так сначала день, потом вино. Поэтому сначала говорит благословение на день, а потом благословение на вино. Но Бейт Йилэли, это то, как мы делаем сегодня, спорит. И говорит, мы варех аля яйн. Нет, благословлять нужно на вино. Пуреприя гефен сначала, а только потом благословлять на день. На шаббат или на йом тоф. Почему? А в чем логика Бейт Йилэля? Я объясню, у меня тоже две причины. Кедуш айом, вэгу, отдельно, когда шарапат. И то же самое, если ты благословляешь, делаешь кедуш на хлеб, например. Шамарев харапат хила. Ты сначала скажешь, амод селеха минаарец, да? Ты меня узнал? Да, я тебя узнал, как дела? Ты фалю, просто оставь, пообщаемся. Ты в курсе? Я же только с фирменсом доделся. Нет, я не в курсе. Ну, неважно. Вау. Короче, я периодически буду приходить, у меня, к сожалению, родители ушли, там, у вас минха и мари, во сколько времени? Конечно, в 13-15 ранняя минха. Ага. Каждый день. Ага. Есть еще поздняя минха. Вот, в 19-30. Вот смотри, там, на телевизоре все это есть, запиши номер. 8-916. 100 ровно 0666. И все, напиши мне в WhatsApp, я тебе все отвечу. 100 ровно 6066, да? Да. Кирилл, напомни мне своим. Как и Кирилл. Боэр Ефим. Боэр Ефим. Ефим, вот, да. Отлично. Все, все правильно. Нет, извиняюсь. Тысяча. То есть, 364 на конце. Не путал, 364. Итак, и мы продолжаем. Итак, говорит Бейт Гинель, я спорю, я считаю, что порядок обратный. Сначала говоришь на вино, потом говоришь на день. Это как мы делаем сегодня. И причина этому такая. Даже с хлебом, ты сначала говоришь на хлеб, потом говоришь на день. Ли фиша яйн, потому что вино или хлеб, наоборот, являются первичными, а кедуш является вторичным. Шим эйн ну яйн, потому что если у человека нету вина или нету хлеба, эйн ну мекадеш, ты и кедуш делать не сможешь. Да? То есть, ты говоришь, что первичность заключается в том, что является, что приводит к чему. А я говорю, что без чего быть не может. То есть, да, не было бы вина, не было бы и кедуша, не было бы хлеба, не было бы кедуша. Поэтому сначала идет яйн и кедуш. И более того, говорит Бейдилель. Вторая моя причина. Знаменитое правило. Тадир вешейно тадир. Тадир кодем. Да, что то, что более частое, и то, что более редкое, частое имеет приоритет. А известно, что я имею в виду, что благословение на вино, оно более частое, чем благословение на субботу, или тем более на юмтов. И поэтому, конечно, сначала должно идти благословение на вино, а потом должно идти благословение на день. И Аллаха, как мы знаем, оно следует мнению Бейдилеля. Шаркох, мы с вами начали восьмую главу, и на второй мишне с вами остановимся. Хотя сегодняшняя мишна была в Maine, были возвышения души Ребекки батакива в О.O.isty. Авواх, association من Номи, Эврама, prom 90. ВО. Продолжение следует... Продолжение следует...